МОСТО В средние века это была всего лишь небольшая деревушка, однако с начала XVII века, после Великой осады, моста начала бурно развиваться. Огромный собор, символ моста, был построен на центральной площади по образу и подобию знаменитого римского пантеона, храма всех богов. Первый камень в основании собора был заложен 30 мая 1833 года, а все строительство продолжалось 27 лет. Новую церковь строили вокруг старого, действовавшего храма, который по окончании работ был разрушен. Время Второй мировой войны фраму в мосте попали сразу три немецкие бомбы, когда внутри находилось около полутысячи верующих, и ни одна из бомб не взорвалась. Никто не пострадал, а сами бомбы, пробив купол, рухнули у самого алтаря. Туристы в мостов сюда приезжают ненадолго, только ради собора. Вот и мы, заглянув в собор на минутку, поспешили уехать на автобусе Валетту, столицу Мальты. Забар – соседний городок, до которого от Марсоскалы всего 10 минут на автобусе. Он стал последним местом, посещенным нами на Мальте буквально в последний день. И привлекла нас сюда красивая церковь, мимо которой мы проезжали каждый раз, когда ехали в Валетту или возвращались домой. Но между тем, Забар – это четвертый по величине город Мальты. Роль самой главной достопримечательности Забара отведена в приходской церкви Богородицы Милосердной. Здание церкви является собой образец монументального и богато украшенного снаружи здания эпохи барокко. После посещения Забара мы вернулись в Марсоскалу и сразу поехали в аэропорт. На этом закончились наши увлекательные мальтийские каникулы.